Резкое похудение в среднем возрасте может спровоцировать развитие деменции. К такому выводу пришли медики из Бостонского университета. Чтобы люди могли избавиться от лишнего веса правильно, в Центре эндокринологии Минздрава России в этом помогает целая команда врачей, диетологи, гастроэнтерологи, диабетологи, психотерапевты, а в некоторых случаях даже хирурги. Анастасия Лиходедова расскажет подробности. Вот платье из моей прошлой жизни. В принципе, тут поместится еще один человечек. Недавно Юля полностью сменила гардероб. Смотрите, ваш вес составляет 62 килограмма 900 грамм. А на этих фотографиях Юля весит 140 килограммов. Она с трудом ходила, дышала и не спала по ночам. Диабет, гипертония, в общем, целый набор. Два с половиной года женщина лечилась от ожирения. И вот результат. В 49 лет Юля набила тату, покрасила волосы в фиолетовый, а еще сделала то, о чем давно мечтала. Я устроилась на работу, не работала 18 лет. Из меня энергия прет. Вы знаете, я иду по улице, улыбаюсь. Люди, наверное, смотрят на меня и думают, что я какая-то чеканутая. Но я реально, я иду, я радуюсь жизни, я радуюсь, что я иду. Дети ко мне стали относиться совершенно по-другому. То есть раньше как-то они стеснялись, что мама. Они прям ходят там, гордятся, вот моя мама. Над телом Юли работала целая команда врачей. Диетолог, гастроэнтеролог, психотерапевт, реабилитолог. Так теперь лечат пациентов с ожирением в эндокринологическом центре при Минздраве России. Как правило, пациенты с ожирением имеют массу сопутствующих заболеваний. Как со стороны сердца, со стороны опорно-двигательного аппарата. Как правило, эти пациенты имеют нарушение сна. Лечиться, да, точечно, вылечить только гастрит и решить проблему веса не представляется возможно. А вот Елена только на пути к красивому и здоровому телу. Сейчас она весит 150. Сама много раз пробовала разные диеты. Худела, но килограммы возвращались. Я веду очень активный, на самом деле, образ жизни. Но с годами становится его вести все сложнее, потому что, естественно, избыточный вес удаёт очень много нагрузок на все наши органы, и в том числе и на суставы, начинают болеть колени и глаза. В итоге женщина поняла, в одиночку лишний вес победить тяжело. С ней, как и с другими такими пациентами, будет работать психотерапевт. Ведь все проблемы и болезни рождаются в нашей голове. Расстройки приема пищи, переедания, они разные. И стрессогенные, когда стресс заедают. Бывает, что когда депрессия, безрадостность, ангидония, неосознанно хочется получить больше удовольствия от вкусной еды. И оно становится уже вредно для здоровья. Психологическая помощь, правильное питание и физическая нагрузка для тех, кто весит слишком много ЛФК – основа для снижения массы тела. Строго говоря, это не лечение ожирения, а изменение образа жизни. При ожирении не существует единого метода лечения. Для кого-то необходимо правильно сбалансированное питание, для кого-то мы подбираем индивидуальную нагрузку, для кого-то мы добавляем какие-то медикаментозные препараты. Тем, кому ни диета, ни таблетки не помогают, делают операцию, уменьшают объем желудка. Операции, которые мы выполняем, в среднем дают потерю 70% лишнего веса. Для многих пациентов это 100 килограммов. А это еще один метод водолечения – подводный душ-массаж. Улучшается обмен веществ, повышается тонус сосудов и скелетных мышц. Ожирение – это опасное смертельное заболевание. От избыточной массы тела в России страдает каждая четвертая женщина и каждый седьмой мужчина. Врачи уверены, только желание больного и командная работа специалистов помогут вернуться к нормальной жизни. Анастасия Лиходедова, Илья Забежинский и Татьяна Новикова. МИР24.